Приветствую вас в самом бурном уголке интернета, канале Шторм. Возьмите с собой дождевик и приготовьтесь к бесконечному потоку удивительных открытий и неожиданных приключений. Сегодня я хочу поделиться с вами самым захватывающим проектом в моей жизни. Я никогда не боялся браться за новые задачи и покорять невиданные высоты, но этот путь, который я собираюсь пройти, особенный. Представьте себе 1 миллиард за лето на Аризона РП. И за это время я собираюсь достичь целей, о которых я мечтал. Я хочу иметь свой роскошный особняк, впечатляющий автопарк и коллекцию классных аксессуаров. И плюс миллиард на руках. Знаю, что в прошлом я не всегда доводил начатое до конца. Ну, я думаю, этот путь можно заканчивать, ну потому что не получилось у меня дойти к 1 миллиарду за лето. Но на этот раз все будет по-другому. Я полон решимости и энергии, чтобы завершить этот путь до конца. И я верю, что вместе мы сможем сделать это. Так что, друзья, я предлагаю нам небольшой вызов. Если этот ролик наберет 100 лайков всего за 24 часа, то я поставлю на аватарку Челла. Давайте покажем, насколько мы сильные вместе и какой великий путь нас ожидает. Готовы? Тогда давайте начнем это захватывающее приключение на Аризона РП. И вместе построим мечты. Кстати, любой случайный комментатор получит тысячу азыкоинцев абсолютно любом сервере Аризоны. Просто напиши комментарий и поставь лайк. Итоги следующей серии. Ну что ж, так как я решил начать этот путь с чистого листа, то для начала мы создадим с вами аккаунт. И я попросил у искусственного интеллекта придумать мне его. И вот что он мне придумал из крутых ников. Но здесь мне больше нравится вот этот Рекс Вортекс. Интересно. Кстати, начало к этому ролику придумал тоже искусственный интеллект. Поэтому можете оценить его в комментариях. И да, сейчас еще не наступило лето. 28.05 у нас сейчас. Но я думаю, мы, если что, закончим данный путь на 3 дня раньше. Конечно, проходить все начальные квесты я сейчас не хочу. Но парочку пройду, чтобы быстренько вкачать второй уровень. Чтобы я мог хотя бы уже где-то работать. Ну, точнее, получить права, чтобы я мог куда-то пойти уже работать. Там, не знаю, либо таксистом, либо автобусником. Быстренько лечу с вами в мэрию. И здесь мы довольно быстренько получаем с вами паспорт. Отлично. После чего беру следующий квест и еду на ферму. Здесь мне нужно перетащить быстренько 15 стогов сена. Что довольно быстро я и выполняю. Ну что ж, сдаю этот квест. И думаю, пока что с квестами можно покончить. Поэтому я лечу с вами в автошколу, чтобы быстренько получить там права на авто и мото. Прибыл я в автошколу. Здесь прохожу тесты и практическую часть. Плюс еще получил на мототранспорт права. Отлично. Первые права у нас уже есть. Ну что ж, прибыл я уже в центр занятости. И давайте посмотрим, на какую работу мы можем с вами устроиться. Ну, давайте с вами попробуем, например, начать на работе водителя автобуса. Думаю, это неплохой старт. Ну что ж, я прибыл на стоянку автобусов. Здесь я арендуя автобус и начинаю с вами работать. Ну что ж, погнали. И уже с первого круга мне выпал ларец водителя автобуса. Ну, неплохо. Как я знаю, сейчас они довольно дорого подорожали. За следующий круг мне выпал еще ностальгический ящик. Я посмотрел на время и увидел, что сейчас проходит мероприятие собирателей. И решил на него помчать. Итак, прибыл я на это мероприятие. Трачу 30 тысяч на вход. И начинаю здесь собирать яйца. Одно яйцо, если что, это один подарок. А один подарок примерно стоит около 10 тысяч. И за 5 минут мне удалось пособирать целых 54 подарка. Что довольно неплохо. Там чел скупал по 6,5 тысяч эти подарки. Но я решил сгонять на ЦР и там продать намного дороже. Ну что же, я уже на центральном рынке. Давайте сейчас побегаем и посмотрим, по сколько здесь скупают. Ну вот, например, человек скупает по 9 тысяч. И думаю, это неплохо. Давайте продадим его все 54 подарка. Продаю и получаю уже плюс 460 тысяч. Буквально за 5 минут заработанных. Плюс продаю свой ностальгический ящик. И давайте сейчас понакупаем бронзовых рулеток, чтобы быстрее нам прокачать уровень. Ну точнее, у меня есть сейчас 2. Давайте их откроем и потом, если что, докупим. Нам падает 3 подарка и материалы. Ну да, хотелось бы больше. Ну ладно, и так сойдет. И давайте с вами сейчас докупим бронзовых рулеток. Ну точнее, для начала их нужно найти. Купил 13 штук. И давайте сейчас с вами покрутим и посмотрим, что нам дропнется. Итак, вот я докрутил. Выпало 14 подарков, 13 котиков и еще 2 семейных талона. Продаю это все. Кстати, я заметил, что сейчас фермы вообще не работают. Почему так? Кто шарит, напишите в комментариях. Именно я про частные фермы. Бегу я, значит, в гетто, хочу устроиться в банду и уже апнул второй уровень. Неплохо. Итак, ну что, я прибежал на респу от стек, но оказалось, что вступить в банду можно только с третьего уровня. Поэтому сейчас отправляюсь на центральный рынок, чтобы еще покрутить бронзовых рулеток, чтобы быстрее вкачать третий уровень. Ну что ж, я на центральном рынке и давайте быстренько с вами найдем бронзовые рулетки, чтобы их покрутить. Что ж, купил я 26 бронзовых рулеток и давайте начну их крутить и надеюсь, что мне выпадет достаточно экспы. Выпало мне довольно много экспы, плюс 13 подарков, 6 семейных талонов и 108 котиков. И я уже вкачал с вами третий уровень. Продал я то, что у меня было, у меня есть 250 тысяч и опять бегу на респу от стек. Ну что ж, в этот раз меня уже приняли и поэтому беру с вами квест банды и начну его быстренько проходить. Ворую машинку на респе, заправляю ее и я уже на месте. Сейчас быстренько собираем с вами счастливую травку. Всего нужно собрать 10 такой вот травочки, за что мы с вами получим 200 тысяч и 2 передаваемых азекоинса. Также хотел купить себе еще парочку лицензий, но к сожалению лицензеров уже не было. Ну что ж, сдаю квест, который мы только что с вами прошли, ну и получаю вот эти вот приколюшки. Также на респе я взял еще отмычку, попробуем с вами сегодня угнать какую-то тачку. Устроился я механиком, чтобы мы могли с вами отбуксировать машинку. Ну и поехал искать какой-то автомобиль, чтобы его угнать. Возле казино я нашел вот такую ниву, хотел ее угнать, почти отвез ее уже, но к сожалению владелец ее зареспавнил. Кстати, я заметил, что зарплата у меня в банде 117 тысяч, что довольно неплохо. Нашел я значит вот такую вот говновозку, ну и надеюсь, что она хоть что-то стоит. Ну выглядит солидно, я думаю такая будет, ну хотя бы лямчика 2-3 стоить, я на это надеюсь. Хотя, зная Аризону, они могут эту вообще за 200 тысяч там продавать, мне удастся ее хотя бы окупить. Так, думал, что сейчас на меня уже нагнут, но тут чувачок просто попросил его починить. Ладно, давайте его починим. Ну что ж, я хотел ее уже начать сломать, уже зареспавнил свою машину механика, а оказалось, что на этом месте еще сейчас нельзя ее взломать, поэтому давайте сейчас я ее отбуксирю. Что ж, я ее отбуксирил и давайте начинаю ее взломать, главное, чтобы она сейчас не зареспавнилась. Ну что ж, наконец-то я ее взломал и сейчас я ее везу сдавать, пожалуйста, дайте мне нормально денег. Ну конечно, 350 тысяч, кто бы сомневался, пацаны, 350 тысяч и 6 звезд розыска. Офигенно, просто обожаю Аризону. Расстроенный тогда я пошел спать, но зайдя на следующий день, я решил дальше уже начать продвигаться, потому что все-таки расстраиваться не нужно. Взял я опять квест банды, опять съездил в лесок и опять пособирал счастливую травку, за что получил еще плюс 200 тысяч и два передаваемых Азекоинца. Также залетел в магазин 24 на 7 и купил себе телефон и сим-карту. После чего я отправился на центральный рынок и захотел вступить в какую-то семью. Меня приняли в какую-то семью, конечно, она была не очень сильно прокаченная, но ладно, на первое время, я думаю, и такая пойдет. Побегал по центральному рынку и продал ларец водителя автобуса за 200 тысяч. И купил себе отмычку за 100 тысяч. Попытка не пытка, попытаемся угнать еще какой-то транспорт. Арендовал машину механика и помчался искать какой-то автомобиль. Нашел вот такой вот Мерседес и давайте сейчас попробуем его отбуксирить и угнать. Итак, ну что, я его отбуксирил и начинаю его взламывать. Ну конечно, на 70% у нас зареспавнили машину. Я просрал 100 тысяч и еще плюс розыск. Хотя у меня и так было 6 звезд розыска, не знаю, прибавилось оно еще там плюс 12 или нет. Напишите в комментариях, ну просто найс. Решил я, значит, пока нет лицензиров, самому сдать лицензию на полеты. Быстренько прохожу тесты и еду на практику. Приехал на практику, здесь до меня уже доколебался ФБР-овец. Я быстренько сел в соболет и просто по-ганстерски от него ушел. Повезло так повезло. Что ж, получаю лицензию на полеты и отлично. Хорошо, что он меня здесь не ждал. Наконец-то появились лицензеры. Ну и сейчас куплю у них лицензию. Покупаю лицензию на оружие и охоту. Хотел я, значит, купить оружие, но мне сказал чел, я не продам оружие, ты в розыске. Спасибо, я не знал. Благо я вспомнил, что можно самому скрафтить оружие. Скрафтил я рифлу, 82 патрона мне хватило. И поехал, хотел арендовать Маверик, но посмотрев на цену аренды, я решил арендовать Спару. И полетел охотиться. Убивать оленей. Буду летать я по трем точкам. Кто не знает, одна точка у нас находится возле горы Вагас. Ну, вроде бы эта гора так и называется, гора Вагас. Вторая у нас находится в этом туннеле наверху. И третья у нас находится возле замка Дракулы. Вот этого я точно не ожидал, пока я охотился. На меня опять какой-то сватовец нападает, но я быстренько сажусь опять в вертолет и начинаю улетать. Хорошо, что я решил все-таки выбрать транспорт-вертолет, а не какой-то там велосипед или мотоцикл, потому что я смог вот так вот быстренько от него улететь. Фух, повезло так повезло, пацаны. Ну, я думаю, на таком вот моменте можем и закончить нашу первую серию. Надеюсь, она вам зашла, поэтому, парни, я от вас прошу поставить лайк. Это все, что мне нужно. Но еще, если вам там не тяжело, черкните комментарий. Не забывайте участвовать в розыгрыше. И помните, 150 лайков я ставлю чела на аватарку до конца этого пути.